Каждый год в России образуется около 3 миллионов тонн пластиковых отходов. На свалках они будут разлагаться от 100 до 500 лет. Если пластиковые отходы не перерабатывать, то уже через 10 лет Россия превратится в громадную свалку. В настоящее время сбор, сортировка и переработка мусора из пластика это очень затратное дело. Из-за этого стоимость упаковки из рециклингового пластика в разы дороже оригинальных изделий из продуктов нефтепереработки. Поэтому так трудно запустить процесс безотходного производства. На заводах компании Coca-Cola в России в 2020 году было произведено более 2 миллиардов литров напитков. Все они выпускаются в пластиковой упаковке, которая моментально превращается в сотни тонн мусора. Как компания предполагает решать проблему переработки пластикового мусора рассказал Александр Ружевич, генеральный директор Coca-Cola в России. В беседе с ним приняли участие Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства России Денис Буцаев, генеральный директор ППК, российский экологический оператор. Если после просмотра вам понравится видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вообще, Александр, на самом деле задача у Российской Федерации, у правительства, у профильных ведомств не собрать экологический сбор и пополнить тем самым бюджет на некие нужды. Он, знаете, окрашенный, и это действительно средства, которые пойдут в экологические проекты, в ту же самую инфраструктуру, связанную с сортировкой и утилизацией, с построением экономики замкнутого цикла. Даже не в этом задача. Задача была у расширенной ответственности производителей-импортеров за короткий срок создать мощности, которые будут перерабатывать товары и упаковку, выпускаемые либо резидентами, либо импортируемыми в отношении товаров, которые возятся в Российскую Федерацию. Но этого почему-то не произошло. И с чем мы сейчас столкнулись? Мы столкнулись с тем, что время упущено, мощности бизнес не создал необходимые, которые бы позволяли утилизировать выпущенную упаковку в оборот. И платеж составляет всего 5 миллиардов рублей, на которые государство не может построить те самые мощности. То есть и время упущено, и средств не хватает. Вот мне кажется, здесь нужен какой-то рецепт счастья, как можно за короткий промежуток времени всем вместе государству и бизнесу построить необходимые мощности. Потому что время, я считаю, драгоценное было упущено. А теперь у нас задача в национальных целях развития в 30-м году вдвое сократить захоронение отходов. Любых отходов. И эта задача очень амбициозная. Вот я бы таким образом, наверное, построила дискуссию. Да, совершенно справедливо. Я бы, может быть, единственное, что добавил, что при том, что не построены мощности по переработке, мы сейчас сортируем больше, чем готовы переработать. И даже отсортированные виды отходов, к большому сожалению, попадают обратно на полигоны. А полигоны и культивацию полигонов мы финансируем уже из федерального бюджета. И это многие десятки миллиардов, которые в этом отношении уходят фактически на то, что можно было эффективно вовлечь в экономический оборот. Александр, пожалуйста. Я спасибо за приглашение и возможность обсудить эту важную тему. Я буду говорить английский. Мой уровень, моего русского, наверное, позволяет мне говорить о так важной теме на русском. Но я совершенно понимаю. Итак, я перехожу на английский. Спасибо огромное за ваше выступление. Я начну с того, что я хотел бы подчеркнуть шесть принципов, прежде всего, которые были упомянуты Викторией, чтобы продемонстрировать, насколько важно, как в практике мы близки к этой стратегии, и что к тому, что думают власти России, и как идти дальше с точки зрения управления отходами, контроля над продуктами, над отходами в такой огромной стране. Это как континент даже, а не страна. То есть, конечно, сокращение объема отходов – это наш приоритет. Поэтому, что касается пластика, мы постоянно думаем об этом, постоянно работаем над этим. Вторичная переработка. До 20% уже отдельные элементы в нашем портфеле. Дальше вторичная упаковка, третичная упаковка даже, я бы сказал, также в центре нашего внимания. Что касается инфраструктуры, то я думаю, что мы действительно сейчас впереди в этом отношении. И уже предлагали инициативы, которые охватывают 55 городов, больше 30 тысяч контейнеров. И у нас есть пилотный проект, который мы запустили в Казани при поддержке президента Татарстана. Этот проект называется «Казань – город без отходов». Нулевой уровень отходов. И это было доведено, конечно, для всех граждан, для бизнеса, для властей. Эта система подразумевает стопроцентно сбор и переработку всех отходов. Поэтому просвещение в этой области – очень важный момент. Всё начинается с человека, с индивидуума. И действительно есть такое течение, которое мы ввели, уже охватывает 3 миллиона людей в России, которое меняет, собственно говоря, психологию людей. Когда мы говорим о раздельном сборе и переработке отходов. И, естественно, подход от начала и до конца. Не только цепочки поставок, но от индивидуума до бизнеса, ритейл, не коммерческие организации, компании. Но это часть решения, я подчёркиваю, это часть решения проблемы. Ну и далее, я думаю, что мы должны… Здесь очень важна стопроцентная прозрачность. То есть всё, что мы производим, всё, что мы поставляем, всё, что перерабатывается, должно быть совершенно прозрачным и видно всем. И последнее, но, может быть, не самое, и также важное – это перерабатываемость нашей продукции. То есть 99% нашей продукции может подвернуться вторичной переработке. То есть вот что в соответствии с этими шестью принципами доказывает, собственно говоря, то, что мы можем достичь того, о чём вы думаете. Возвращаясь к вашей точке зрения по расширенной ответственности, мы абсолютно поддерживаем расширенную ответственность производителей. Мы поддерживаем идею, что всё может быть сделано. Но есть вопрос. То, что мы, к чему стремимся, это, так сказать, выдаём желаемость действительно или есть определённый период времени, в течение которого мы можем это сделать? Мы хотим быть частью системы, которая по всему миру запущена, и мы являемся активным членом организации, которые работают в этом направлении. Поэтому мы надеемся, что мы достигнем успеха в этом направлении. Кроме того, что касается того, что Дмитрий говорил, как мы обращаемся с отходами, что мы делаем? Мы видим отходы как ресурс. Мы рассматриваем как ресурс. Поэтому мы поддерживаем любые технологии, которые позволяют нам, особенно пластик, конечно, подвергать вторичной переработке. Хотел бы поделиться с вами одним фактом. Мы используем 20% вторичных переработанных бутылок, что на 50% более дороже, чем оригинальные, так сказать, бутылки. Но, тем не менее, это соответствует нашим принципам и инвестициям в будущее. Мы работаем с Сибуром, с новыми технологиями. Мы стараемся наше знание привнести, наш опыт в эту совместную работу. Поэтому я думаю, что успех, естественно, России, как экспортер вторичной продуктов вторичной переработки и спрос на такие продукты, очень высокий, кстати, в Европе. И этот можно действительно превратить в очень выгодный бизнес. И в то же время таким образом сократить, собственно, стоимость переработки пластика. И я думаю, что очень важный сигнал, который я хотел бы довести до вас, что мы полностью поддерживаем расширенную ответственность производителей. Мы хотим ускорить работу в этом направлении. Ну и, кроме того, я хотел бы сказать, что я 3,5 года начал работать на российском рынке в компании. И в то время никто еще не говорил про ESG, то есть экологической и социальной повестке. А сейчас мы знаем, что ESG уже как бы стоит первым пунктом нашей повестки. Я говорю просто на основании своего опыта. Я говорю в позитивном контексте, потому что я вижу, что здесь есть определенное ускорение. ESG сейчас у нас в самом центре этой повестки. И что касается КПЭ, бизнеса, конечно, это очень важно для такого международного бизнеса, как наш. Но, тем не менее, ESG также в центре внимания. Мы, у нас международная система, но как и российская компания, и у нас 90% ресурсов, которыми используем, они находятся в России. И, опять же, даже алюминий, например, в конечном итоге, это тоже может подвергаться вторичной переработке, импортироваться, экспортироваться и так далее. Это также для нас возможность алюминий, так же, как часть этой системы, может экспортироваться из России. То есть мы стараемся достичь прогресса в этой области, и мы работаем вместе с правительством. В прошлом году мы очень близко подошли к пониманию того, как двигаться дальше. И мы абсолютно привержены идеям партнёров, устремлениям партнёров в этой области, как во всём мире, так и в России. Я хотел бы поделиться с вами фактом. У нас было много очень различных соображений по поводу использования вторичной переработки. А сейчас мы являемся, так сказать, лидером в этой области, поэтому мы доверяем нашим партнёрам в России, правительству российскому и всем участникам, всем заинтересованным лицам в этой работе. Я бы задала Александру один вопрос, такой вопрос-предложение. Должны же быть результаты у нашей сегодняшней сессии на Гайдаровском форуме. Я бы предложила Кока-Кола войти в первый экотехнопарк, который будет создавать российский экологический оператор в рамках экономики замкнутого цикла. Это возможно, Александр? Я согласен. Прекрасно. Это будет хороший результат. Наша поддержка стопроцентно здесь, и мы рады быть первым бизнесом, который будет поддерживать эту инициативу. На такой эффект мы даже не могли рассчитывать. Надо было ещё Сибур попросить. Тогда бы мы вообще, в принципе, закрыли целиком. Сибур будет разрабатывать технологии термической утилизации, химической утилизации. Продолжение следует...